Всем привет, друзья! В связи с новым каналом. За нами уже выехали. Непростой у нас сегодня будет выпуск. Слишком разная была реакция в социальных сетях на последние акции протеста, которые прошлись накануне по ряду городов Казахстана. В Алматы, Астане, Актау, Актобе, Караганде, Шинкенте, несколько десятков человек вышли на площади перед Экимантами, чтобы выразить поддержку жителям Женао Зена, которые с понедельника бастуют против строительства в Казахстане 55 заводов китайских компаний. Кто-то целиком и полностью поддерживает граждан, которые высказывают опасения по поводу китайской экономической и географической экспансии. А кто-то считает эти акции тонко спланированной провокацией перед визитом к Санжумат Такаеву 11 сентября в Пекин. На стороне последних наверняка и депутат мажориста парламента Владимир Башко, который пару дней назад предупредил о том, что в Казахстане действуют иностранные спецслужбы, которые раскачивают лодку. В том же заявлении он призвал стоять на колени и поблагодарить государство за рост той социальной помощи, что оказывается нуждающимся в ней. В общем, сегодня снова поговорим о сенофобии, о том, насколько опасения казахстанцев в китайской угрозе обоснованы. Ну и про колени Владимира Башко тоже поговорим. Поехали! Ребят, буквально несколько слов. Сначала полезная реклама. Она будет особенно важна тем, кто ведет собственный бизнес и хотел бы за счет автоматизации процессов существенно увеличить продажи. 19 сентября в Алматы в доме приема в Бакшесарай пройдет бесплатный конференц на тему с РМ – управления отношений с клиентами. Перед вами выступят крутые спикеры из Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и сильнейшие специалисты из Казахстана. Кроме непосредственно системы автоматизации и взаимоотношения с клиентами, они будут рассказывать о креативе в продажах, о баратовском мастерстве в рекламе, как общаться с капризными клиентами так, чтобы все были довольны, о том, как выходить из зоны комфорта в бизнесе и не потерять при этом все, что было сделано, и о многом другом. В общем, будет интересно и точно полезно. Еще раз подчеркну, мероприятие бесплатное, там только нужно пройти регистрацию. Ссылка на сайт конференции будет в описании. Мы на конференцию тоже сходим, надо уже научиться делать такую рекламу, которую вы не будете проматывать. Давайте начнем с главного, с первой причины, с информации о том, что в Казахстане построят все пять китайских заводов. Интересно, как эту информацию опровергли в правительстве. Причем в рамках одной и той же публикации в ряде информационных ресурсов содержится явное противоречие. Вот вам публикация с портала «Закон Киезет». Сначала идет комментарий вице-министра иностранных дел Ермека Кушербаева, который цитата «Завел, что речь о строительстве китайской стороной 55 заводов никогда не велась». И уж тем более Казахстан не предполагает переводить в старевшие мощности КНР. Эту информацию распространяют блогеры через WhatsApp, но такой программы нет. Старые заводы никто не перевезет. Существует специальная совместная комиссия, где все проекты проходят отбор в государственную экспертизу. При этом проекты реализуют в основном частные предприниматели, и никто не будет перевозить сюда старые заводы или вещи. Даже если не хотят, наша комиссия не даст этого сделать. Запретит такой проект. Конец цитаты. И там же в этой же публикации идет комментарий вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Амниаза Ержанова, который наоборот подтвердил, что в рамках Казахстанско-китайских отношений действительно есть именно 55 совместных проектов на сумму в 27 миллиардов долларов, которые реализуются в сфере машиностроения, стройиндустрии, АПК, химической и фармацевтической промышленности, нефтегазомосекторе и ряде других проектов по энергетике. В чем противоречия нет, так это в том, что вроде как старые заводы из Китая не будут в Казахстан переносить. А еще важный момент, на который нужно обратить внимание, так это то, что в рамках этих проектов китайцы будут трудиться в Казахстане, но только на этапе строительства и запуска заводов, фабрик и так далее. А потом, мол, их должны заменить казахстанские специалисты. Вот этот аспект вызывает определенные сомнения, опять же на фоне тех проектов, что уже были китайцами в Казахстане реализованы. Павлодарцы и шингенцы на это постоянно обращают внимание, на то, сколько людей из-под небесной продолжают трудиться на давно модернизированных нефтеперерабатывающих заводах. Почему-то домой они пока не уехали. Поэтому, наверное, назвать митингующих просто паникерами уже нельзя. Вдогонку к почве той самой сенофобии, мы как-то в своих выпусках об этом уже говорили, но скажем еще раз. У коренного населения Казахстана, казахов, исторически с китайцами отношения, мягко говоря, не самые приятные. Были постоянные войны. Хотя покажите на карте хотя бы две соседние страны, народы которых никогда исторически между собой не воевали. Но одно дело история, другое дело наши дни. Опасения перед китайской графической экспансией тоже имеют место быть. У нас под боком огромный сосед, обладающий второй по силе экономика мира. Но даже не в экономике суть. Территориальной Китая в 3,5 раза больше Казахстана. А население в Китае в 77 раз больше, чем у нас. Китай откровенно тесно в своих границах, и нельзя сказать, что наш сосед не пытается эти границы расширить. Возьмите соседние опять же с нами Таджикистан и Кыргызстан. В 2011 году Таджикистан передал Китаю 1,1 тысячи квадратных километров якобы спорных территорий. А в 2018 году эта страна также передала в счет долга поднебесное золоторудное месторождение Верхний Кумарк в Сагдийской области. Кыргызстан также в свое время передавал Китаю части спорной в кавычках территории, что Кыргызы считают своими. Одним из грехов Оскара Акаева также называют тайный договор с китайскими властями передачи предграничного участка Угангу-Кууш и других территорий общей площадью в 27 тысяч гектаров. То есть назвать Китай травоядным, добрым соседом, который дает дешевые кредиты и не просит ничего взамен, наверное, нельзя. Ну и еще, чтобы добавить красок к страхам перед Китаем, нужно вспомнить ужас лагерей и перевоспитания в кавычках мусульман в Китае. В прошлом году все татарские общественные центры, например, не стеснялся о выражениях. В заявлении представителей в ТОЦ сообщалось, что уйгуры, казахи, кыргызы, татары, дунгани и другие мусульманские народы подвергаются геноциду в Поднебесной, так как власти, по сути, объявили открытую войну исламу и тюркским народам на своей территории. Недавно вниманию мировой общественности были представлены новые доказательства массовых задержаний и жестокого обращения в тюрьмах Китая в отношении тюркоязычных мусульман. Для них созданы концентрационные лагеря с бесчеловечными условиями содержания. В местах заключения многие подвергаются жестоким пыткам. Чтобы искать количество смертей и масштабы геноциды, развернуто против тюркских народов, власти КНР не допускают в концлагеря представителей гуманитарных и правозащитных организаций. Ну то есть еще раз, здесь мы перечислили только несколько важных моментов, исходя из которых уже здесь считают, что перманентные акции протеста против китайской экспансии беспочвенны. Но есть у нас несколько «но» по отношению конкретно к последним акциям. Ну во-первых, должен Казахстан далеко не только Китаю, хоть тенденция роста инвестиций из этой страны в нашу, наверное, самая показательная. Исходя все из той же публикации закона, за всю историю независимого Казахстана, Китай пока не входит даже в тройку стран, что больше всех вложили в нашу республику. Здесь на первом месте Нидерланды с 87 миллиардами. Потом идут США с 37 миллиардами, потом Швейцария с 37 миллиардами, и только потом Китай с 17 миллиардами. Правда, напомним, что в рамках тех 55 проектов Китай вложит в нас еще 27 миллиардов, и таким образом выйдет на второе место впереди в Штаты. И тем не менее, пока называть Китай доминирующим инвестором, которому мы должны больше, чем остальным, наверное, нельзя. Второй момент в копилку теории заговора. Это факт, что новости китайских экономических интересов в Казахстане возникло не вчера, и даже не в понедельник, когда начались акции Жена Азени. Кстати, интересный автоп-факт. На нашей памяти еще не было ситуации, когда Акима Горда меняли в день протестов. На недавнее увольнение Габидула Абдрахимова тоже, скорее всего, повлияли протесты жителей Арыса, но там отставка случилась позже, и вроде как к последней капле стало видео из Лондона, а тут протесты и отставка. Но это ладно. Так вот о том, что китайские деньги, предприятия и рабочие присутствуют в Казахстане, известно, на самом деле, давно. Политолог Басым Садпаев еще в прошлом году в интервью разным изданиям говорил, что 25% нефти в Казахстане добывается китайскими компаниями. И Поднебесная, в принципе, в ближайшие годы будет только наращивать свое влияние в Центральной Азии. Почему-то не было такого всплеска протестной активности на улицах, опять же, после новостей последних лет о том, что по строительству ЛРТ Китай выделяет огромные деньги, и работать там также планировали преимущественно китайские специалисты. И 55 проектов в Казахстане тоже наверняка не супер свежая новость, но катализатором выхода людей на улицы она стала только сейчас, перед визитом Такаева в Китай. Еще раз, у нас нет претензий к тем, кто выходил на улицы. Почему простые люди это делают, мы уже, наверное, объяснили выше. Вопрос к тем, кто задал импульс выхода именно сейчас. Блин, ну тут реально просматривается какой-то стимул со стороны. Давайте немного разгоним эту теорию о том, что кто-то может осознанно пытаться сорвать визит Такаева в Пекин. Кому это в теории может быть выгодно? Ну не секрет, что Казахстан находится в сфере интересов трех больших держав. Кроме Китая, это Россия и США. Но первые, в принципе, болезненно реагируют, когда кто-то выходит из-под их влияния. В Кремле центрально-азиатские амбиции Китая прекрасно сознают, а вторые сейчас ведут с Китаем торговую войну. И опять же, напомним, американцы одни из крупнейших инвесторов Казахстана. Поэтому мы не утверждаем, но допускаем, что последние акции в Казахстане могут быть, скажем так, гибридными. Вброс про дополнительные китайские проекты лег на очень благодатную почву. История показывает, что, наверное, сейчас только митинги против передачи в аренду, или против продажи, или вообще против экспансии Китая способны вывести людей на улицу так массово. И вот тут вы можете подумать, что мы решили поддакивать депутату Владимиру Башко, который буквально недавно высказался об агентах влияния зарубежных спецслужб в Казахстане, которые раскачивают лодку. Вместо этого он предлагает людям сначала посмотреть на то, что делает власть для людей. Нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за 3 года. Только из этого, извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом вскакивает, дайте ему все, должно быть общественное мнение, которое будет вставить в стойло такого человека. Конец цитаты. Это сказал опытный политик, он 7 лет в свое время возглавлял МЧС. Этот человек призывает людей вставать в стойло, причем стоять там нужно непременно на коленях. Мы юридически бестолковые люди, и подскажите в комментариях, не усматриваются ли в словах депутата умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни. Напомним, что это в Казахстане уголовно-казуемое преступление. Владимир Башко, чей сын, например, отучился по Балашаку в Вашингтоне, сейчас крупный бизнесмен-птицевод, наверняка человек не бедный, и в той самой социальной помощи не нуждается. А значит, он призвал вставать на колени людей, что находятся на социальной лестнице на несколько десятков ступеней ниже. Хотя он же депутат, значит, неприкосновенный. Пикантная ситуация еще и в том, что депутатом он является, насколько мы понимаем, от Ассамблеи народов Казахстана, чей первостепенной задачей как раз является сохранение мира и согласия между народами в нашей стране. Особенно интересно его заявление звучит, например, на фоне вот этой новости о том, что даже в соседней России, которая вроде как никогда особо не происходила нас по уровню жизни, появились трудовые мигранты из Казахстана. По данным Федеральной службы безопасности России, только в первом полугодии 2019 года на заработки из Казахстана в Россию отправились свыше 100 тысяч человек. И это из всего-навсего 18 миллионов Казахстана. Да и эти данные отмечаются, что могут быть занижены. Сколько еще Казахстан со Фьерд работают за рубежи в другие страны, например, в Южную Корею, сказать наверняка сложно. Кто допустил, господин депутат Башко, что Казахстан до сих пор в долларовом эквиваленте не может выйти на показатели ВВП 2014 года, например? Кто допустил последние девальвации и фактическое обничание населения, из-за чего запросов на социальную помощь стало только больше? Большой вопрос на самом деле, кто должен стоять на коленях, кто кого благодарит, а кто у кого просит прощения? Ладно, много можно еще чего сказать любителю ставить людей на колени, но вернемся к главной теме выпуска. К требованию митингующих отказаться совместно с Китаем экономических проектов. Это объективно сейчас вообще никак невозможно. Мы уже сказали, что Китаем мы и так довольно серьезно закредитованы, не говоря уж о совместных предприятиях. Отказаться от Китая и закрыть границу – это экономическое самоубийство. Да элементарно, много ли среди наших зрителей людей, что не носят китайскую одежду и обувь, не пользуются китайскими гаджетами и не едят китайских овощей и фруктов? Что мы можем сделать, чтобы успокоиться и перестать бояться китайской экономической и географической экспансии? Стать только сильнее самим, причем сейчас я имею ввиду даже не столько военную, сколько экономическую мощь. Мы сможем торговаться и участвовать в равнаценных партнерских отношениях только тогда, когда действительно станем сильным партнером. А тут ситуация ведь аховая. Ну вот один пример, смотрите, давайте откроем кугл-карту и посмотрим на границу Казахстана и Китая. Вот справа вы видите, как Китай использует свои земли под сельхознужды. А вот слева за линией – это наша граница. И разница, как вы видите, налицо. Перейдем простую прямую аналогию. Представьте, что у вас есть 10 соток водородной земли, на которой вы выращиваете, например, картошку. А рядом у соседа такая же земля, которую он вообще никак не использует. И, конечно, у вас возникает в конечном счете предложение для соседа. Продать или арендовать землю, чтобы выращивать там ту же картошку, а урожай, например, делится с соседом. Но сосед уперся, нет, это его земля, он принципиально на ней ничего не делает, потому что ему самому лень. Конечно, у Китая есть интерес к такой земле, которая десятилетиями простаивает, из которой никто не кормится. Так вот, может, пора уже занять свою землю своей условной картошкой, чтобы отбить у соседей желание на нее покушаться? Резюмируем. Надо ли с опаской относиться к соседям? Наверное, да. Доверяй, напроверяй. Надо ли отгораживаться от соседей и стенами? Ну, а смысл? Физические барьеры никого не остановят. Выселять китайцев, это значит, по всем фронтам портить отношения. Экономические барьеры для нас намного болезненнее, чем для самих китайцев, которые вкладывают деньги в десятки стран по всему миру. Они нашу изоляцию просто не заметят, а мы не факт, что на этом этапе своего развития ее переживем. Перестать бояться сильного соседа можно только тогда, когда сам станешь сильным. Все у нас на сегодня. Если вам интересно то, о чем мы говорим, подписывайтесь на канал «За нами уже выехали», на наш резервный канал, ссылка есть в описании, и на наши социальные сети. У нас в последнее время проблемы с инстой, посты почему-то видят не все, поэтому на инсту просим подписаться отдельно. Следим за тем, что происходит у нас и у соседей, высказываем поэтому наше, возможно, бестолковое мнение. В общем, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok